Мир вам! Христос воскрес! Я сегодня не буду ничего говорить о разговорах. Вы поняли сами. Помолимся, братья и сестры. Почти Небесный, мы предлицем Твоим. Ты знаешь, Господь, сердца наши. Ты знаешь настроение намерения. Ты знаешь, что мы прошли сегодня, чтобы вспомнить страдания Твои. И сразу знаешь, Господи, в чем нужно простить каждого. Может быть, в нашей неготовности слушать. Может быть, в нашей неготовности молиться. Приготовь сердца наши. И дай нам молитвенно слышать Слово. Молитвенно сегодня воспринимать и пение, и все, что будет нам для нашего назидания, для нашей пользы. Для нашего и созидания, и увещания сказано через все. Благослови! Помоги нам быть, Господи, сегодня внимательными, слушательными, принимающими Слово для себя. Благослови проповедующих, благослови верно передающих Слово Твое всех и слушающих. Если кто-то первый раз, откройся таким сердцам. Помоги, Господи, понимать Тебя, Твою волю, себя и значение креста. Благодарны Тебе за то, что Слово Твое сегодня снова свеже для нас. Аминь. Аминь. Мы будем петь из сборника номер 138. Ты для меня, Спаситель, сошел из святых небес. Ты для меня, Спаситель, сошел из святых небес. Оставил Ты обидеть всю Богу чудес. Ты для меня, Бог, для меня Спаситель, принял Калковский крест. Калковский крест. Калковский крест. Калковский крест. Калковский крест. Ты для меня, Спаситель, сошел из святых небес. водитель для медных пиражей Ты для меня, для меня спаситель принял Голдовский крест Хвала Тебе, Он мой Иисуситель Хвала Тебе и честь Спасите красотой Любви Твоей при нем Я жить хочу с Тобою Тобою я спасен Ты для меня, для меня спаситель принял Голдовский крест Хвала Тебе, Он мой Иисуситель Хвала Тебе и честь В Тебе ищет Спаситель Хочу закрыться я Хвала Тебе, Он мой Иисуситель Хвала Тебе ищет Хвала Тебе и честь Хвала Тебе и честь Хвала Тебе ищет 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 И не уявляю без неба своего життя. Так, как без солнца святу, И без голоди не уявляю небо. Как без богнати не уявить, диток, То не спиваю «Аллилуйя, Аллилуйя». Тебе я славлю «Аллилуйя, Аллилуйя». Завжи я буду на земле славить Тебе, Щобо цю песню вечно продолжить в небе. Мы вместе откроем послание к римлянам, послание к римлянам апостола Павла и будем читать из шестой главы. Из шестой главы послания к римлянам с первого стиха мы прочтем по одиннадцатый стих включительно. Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения. Зная, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. Ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним. Зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает. Смерть уже не имеет над Ним власти, ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитаете себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим. Апостол Павел пишет в церкви, которая находилась в Риме, и он говорит в этой шестой главе, вот центральная тема – это грех, это серьезность греха. Христиане начали со временем заигрывать с грехом, и они начали искать в Писании оправдание тому, что они делали. Они начали как-то вот брать какие-то выдержки из того, что говорил апостол Павел о благодати, и стали оправдывать свои грехи. Вы знаете, когда мы вспоминаем о страданиях нашего Господа и Иисуса Христа, мы провозглашаем победу, мы провозглашаем победу над грехом. Наш Господь пригвоздил в теле Своем грех ко Кресту Голговскому. И вы знаете, то слово, которое Христос сказал, совершилось, совершилось наше искупление. И каждый, кто получил прощение от Иисуса Христа, он может сегодня засвидетельствовать, что некогда, быв рабом греху, он сегодня перешел в другое царство, и он перешел в царство света. И апостол Павел предупреждает каждого из нас не относитесь легкомысленно ко греху. Не относитесь ко греху легкомысленно. С того момента, когда грех входит в человечество, он начинает свое гордое шествие по этой планете. И мы с вами видим сегодня те последствия. Это войны, это разрушенные семьи, это страдающие люди, страдающие дети на земле. Это все последствия греха. Грех, начиная свое шествие, он разрушает отношение человека с Богом, и человек начинает прятаться, человек становится слепым, становится глухим, он не может вмещать то, что говорит Бог, он не может исполнять его волю. Вы помните, в дальнейшем грех проходит по семье, и я думаю, потом в дальнейшем Ева, она постоянно, может быть, вспоминала те слова Адама, «это жена, которую ты дал мне». Грех разрушает семью, он входит в отношение братьев, и мы помним, какой был плод этого. Брат убивает брата. В дальнейшем он идет по земле, и земля проклята, она производит терния и волчь. Она, как этот огромный снежный ком, набирает в объемах, несется со всей страшной силой. И мы видим, что сегодня в нашем мире уже невозможно это остановить. Грех продолжает свое движение, продолжает разрушать все, к чему он прикасается. Вы знаете о том, что Писание говорит о том, что грех, он имеет вес и он имеет размер. Он постоянно прогрессирует и употребляется довольно часто в Писании, что грех, он великий, например, грех, или тяжелый грех люди совершают. Грех никогда не будет стоять на месте. Грех, он всегда будет прогрессировать. Послание к Ефесянам, 4 глава, 18-19 стих апостол Павел говорит, «Будучи помрачены в разуме, отчуждены от жизни Божией, по причине их невежества и ожесточения сердца их, они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью». Грехом никогда нельзя будет насытиться, его всегда будет мало, и он всегда будет человека толкать еще к большему совершению греха. Вы знаете, всякий подросток, который когда-то взял шприц в свои руки, он думал о том, что «я попробую». Попробую, но потом, когда настанет время, мне хватит силы воли для того, чтобы оставить это занятие. Вы знаете, часть моих друзей сегодня, с которыми я вместе рос, сегодня больше половины этих молодых людей уже нет. Они уже умерли, потому что наркотики, кто умер от передозировки, кто от того, что не мог в этом жить, зашел за свой дом и повесился. И вы знаете, грех он всегда прогрессирует. Человек, молодой человек, который берет в свои руки рюмку и думает, что «я уже взрослый, я могу уже делать то же самое, что делают взрослые вокруг». Этот молодой человек не думает, что его жизнь, она закончится, может быть, где-то под забором, что будет пропита семья, что будет пропита здоровье, что будет пропита все. Грех он всегда прогрессирует. Послание к римлянам, 1 глава с 29 стиха, апостол Павел также пишет об этой прогрессии. Он говорит, «Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавство, корыстолюбие, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Однако не только их делают, но и делающих одобряют». Вы знаете, мы устаем даже, когда читаем этот длинный список прогрессии греха. И апостол Павел говорит, «Они знают, что за все это будет суд Божий, но они не только их делают, эти грехи, но они и делающих их одобряют». Мы сегодня живем в такое время, когда грех, он влечет молодых людей, да и не только, наверное, молодых людей. Грех сегодня, он кажется, может быть, ярким, кажется привлекательным, тем, который доставит удовольствие, даст удовлетворение в жизни. Но вы знаете, порой вот когда-то я разговаривал с молодым человеком, он сказал, «Ну неужели нельзя вот пожить для себя, насладиться вот разными грехами, а потом прийти к Богу, покаяться, неужели Бог не простит?» Друзья, конечно же, Бог простит. Конечно, Бог наш милостивый, но грехи они обязательно оставят последствия. Грехи оставят раны, оставят рубцы на сердце человека, они не пройдут бесследно. Вы знаете, помните, когда-то Давид согрешил. Давид согрешил, и после этого приходит к нему пророк Нафан, это записанная история во Втором Царств, 12 глава, 13 и 14 стих. «И сказал Давид Нафану, согрешил я перед Господом, и сказал Нафан Давиду, и Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь. Но как ты этим делом подал повод врагам Господа хулить его, то умрет родившийся у тебя сын». Мы видим Давид, прощенный Господом, но за совершенные грехи Давид несет последствия. Молодые люди, которые, может быть, есть в нашем собрании, или кто-то думает о том, что «ну я позаигрываю со грехом, а потом приду к Господу, приду в церковь, приду и покаюсь, и Бог простит меня». Да, Бог вас простит. Но спросите у тех братьев и сестер в нашей церкви, которые соприкоснулись в своей жизни со грехом, которые пришли не из верующих, может быть, семей, и они вам расскажут истории. Расскажут истории разрушенных семей, расскажут истории разрушенных детей, расскажут истории разрушенного здоровья. Я думаю, что никто сегодня из сидящих в собрании не скажет «попробуйте, грех даст вам удовлетворение, грех даст вам какое-то наслаждение, грех даст вам покой, даст вам радость». Каждый из них расскажет «не вздумайте соприкасаться со грехом, держитесь подальше, никогда с ним не заигрывайте». Вы знаете, буквально недавно я прочитал об одном случае, который произошел в Британии, я прочту несколько строк, на полуострове, который глубоко выдается в море, на западе, в один прекрасный летний день по песчаному берегу прогуливался один из местных жителей. Он не раз гулял здесь, над ним было голубое небо, сияло ослепительное солнце, он вдыхал живительный морской воздух, стояла тишина, и он наслаждался чудесной природой. Погруженный в свои мысли, человек вначале не заметил, что ноги его начали увязать в песке, но с каждым новым шагом идти ему становилось все труднее и труднее. Вдруг он вспомнил, что это время отлива и что под ним пласт зыбучего песка. Будучи местным жителем, он с ужасом сообразил, что попал в опасное положение, что ему угрожает гибель. Он знал, что зыбучий песок беспощаден, он засасывает в свою пасть предметы и людей и спастись невозможно. Человек поспешно повернулся назад, желая ступить на твердую почву, но, сделав несколько шагов, он увидел, что с каждым новым шагом ноги его увязают все глубже и глубже. В страхе он стал бросаться из стороны в сторону, потом начал кричать и звать на помощь, но никто его не слышал, а почва под ним все больше и больше проваливалась. Рыхлый, мокрый песок, как живой, втягивал его в себя. Вот он уже до колен, вот уже до пояса, песок сжимал его, как в тисках, всем грузом своим давил на него со всех сторон. Человек поднимает вверх руки, кричит неистовым голосом до хрипоты, но никто не приходит ему на помощь. Давление песка на тело так велико, что лопаются кровеносные сосуды, кровь льется из рта, из ушей, из глаз, а человек все больше и больше засасывается в эту неутолимую трясину. Вот он уже погружен до плеч, вот остается на поверхности только голова багровая от страшного напора крови, пока видна еще голова с широко открытым, перекошенным от ужаса ртом. Но вот на поверхности мокрого песка, как бы на мгновение, остановились налитые кровью глаза, как раскаленные угли. И через несколько секунд они исчезли, скрылись. Вот последняя прядь волос скользнула по песку, и ничего не стало видно, как будто и не было человека. Человек исчез на том месте, где он был, боролся, исчезал, блестел гладкий влажный песок, проглотивший эту случайную жертву. А небо по-прежнему было голубым и сияло лазурью, и солнце щедро изливало свои лучи, плескалось, играло море, и воздух был чист и свеж. Все продолжало жить, сохраняя тайну исчезновения человека. Таком неумолимый закон природы. В данном случае закон тяготения, он беспощадно убил человека, который нечаянно попал его в неумолимую власть. То же самое можно сказать и о грехе. Ужасный угнетающий грех всасывает нас в свои пасти, он преследует нас повсюду, ища, как бы, поглотить. Вы знаете, грех, он остался тем же самым грехом, каким он был во времена Адама, во времена Евы. Он таким же остался, как и во времена царя Давида. Он не изменился. Его цели остались такие же, это разорвать наше отношение с Богом и уничтожить человека. Римлянам 6 глава, 21 стих написано, «Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне, сами стыдитесь, потому что конец их смерть». Конец греха, это всегда будет смерть. Исайя 59 глава, 2 стих, и пророк Исайя говорит, «Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо его от вас, чтобы не слышать». Это 6 глава послания к римлянам, она заканчивается прекрасным 23 стихом. Прекрасным стихом. Посмотрите, «Ибо возмездие за грех – смерть, и вроде бы нет никакой надежды, но дальше апостол Павел продолжает, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим». Наш Господь даровал нам удивительный дар, дар спасения. Посмотрите, Исайя писал об Иисусе Христе в Исайе 53 главе 11 стих. И он говорит, «На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих и грехи их на себе понесет». Высочайшая цена заплачена за наше с вами спасение. Римлянам 4 глава 25 стих. «Который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего». Первое послание Петра, 1 глава 18-19 стих. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». Когда мы с вами прочитали ряд мест Писания о разрушительном действии греха, о прогрессирующем действии греха, и когда мы с вами прочитали те места Писания, которые говорят, что за наше спасение заплачена дорогая цена, Иисус Христос очень дорого заплатил за наши с вами грехи, то можем ли мы теперь с вами ответить на тот вопрос, который апостол Павел поставил в 1 стихе 6 главы послания к римлянам. Что же скажем, братья и сестры, оставаться ли нам с вами во грехе? Я думаю, что дружно мы с вами ответим, никак, да запретят небеса, да не будет такого. Аминь. Давайте помолимся. Отец наш Небесный, Господь наш, мы благодарны за то, что сегодня мы вновь можем вспоминать о удивительном даре Твоей любви, что Ты так возлюбил этот мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Мы благодарны, Господь, что сегодня вместе с апостолом Павлом мы вспоминали о том, что заигрывать с грехом – это очень опасно, и поэтому помоги нам, Господь, идти путем освящения, Господь, чтобы наша жизнь, она прославляла великое и святое Твое имя. Благослови дальнейший ход нашего служения. На Тебя уповаем вечный Бог, Отец и Святой Дух. Аминь. 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 Песня. Песня. Меня страна. Мир неизвеливый, Неравижу я, Он любви бездельной Убер за меня. О, плави нашу преданность Тебе, Господь и плави, Изменик на жизнь и путь. О, слышь, Господь мой, Я не пошагнусь, Я не поколеблюсь, Посты мой Иисус. О, греха чести и отьмы избав, Наши согрешенья, Милостью не злать. О, плави нашу преданность Тебе, Господь и плави нашу преданность Тебе, Господь и плави нашу преданность Тебе, Попили распни, И шла между вами чистота, Которую к кресту приговорили, Плевали слепотой своей гордясь, И восставая на святое, Били во всех грядущих, Нерожденных нас, Нести тот грех, Как крест приговорили. Столетия не стали нам врог, По-прежнему мы слепы и безумны, И, отбывая этой жизни срок, Нам некогда о вечности подумать. Стоим в очередях за колбасой, Листаем детективов модных главы, И, наполняя души пустотой, Вновь отвергая свет, Твердим «Браво!» Ведя обычный с кем-то разговор, Бездумно восклицаем «Боже правый!» Мы заслужили холод, Глад и мор, Забыв Христа, Довольствуясь ворравой. Аминь. Забыв Христа У креста положу Свое сердце как розу, У креста на Голгофе В самом центре земли, Где к печальной горе Прикасаются звезды, Где струятся из ран Божьей крови ручьи. Что еще поднести Я могу тебе, Боже? Затаили свой ход Мирозданья часы. У креста положу Свое сердце как розу, Мое сердце в слезах, Словно в каплях росы. Разошлась я толпа С горькой пылью дорожной, Кровь смешалась твоя, Унесли тебя в гроб. У креста положу У креста положу Мое сердце как розу, Где сплелися узлом Миллиарды дорог. Не растопчет никто Этот дар сокровенный, Не заденет крылом, Налетев воронье. На печальной горе В самом центре вселенной Будет сердце лежать У распятия мое. Посетите, друзья, Это скорбное место, Где парят над землей Над вселенной кресты. А когда в мир придет Царь во славе воскресший, Он поднимет с земли Дорогие цветы. Мой Господь дорогой, Ты мне жизни дороже. Мой Господь дорогой, В мир скорее гряди, И бронзенной рукой Подними мою розу, Мое сердце, Господь, Положи на груди. И бронзенной рукой Подними мою розу, Мое сердце, Господь, Положи на груди. Смотрю в глаза Спасителю Христу, Через века стирая миродаты, Я шла к тебе, Господь мой Иисус, И вот пришла, а ты висишь распятый. Пились пчело, Терновые шипы, Кровятся раны От гвоздей огромных, На теле незажившие рубцы, Их не рисуют люди на иконах. Смотрю в глаза я, Взгляд не отводя, Войди, Господь, В мое больное сердце, Оно всегда открыто для тебя, Твоей любовью, Дай душе согреться. Предел желаний И предел потерь Из славы в грязь, Из грязи в беспределу, И, лучший друг, Захлопывая дверь, Болит душа, А от души и тела. Такая вот пришла к тебе, Господь, Оставив мир И в нем грехи оставив, Смотрю в глаза И не скрываю слез. В мои ладони Кровь твоя стекает, Стекает кровь, Не стынущей струей, Кровь искупления За грехи неверия. Прости меня, Прости, Спаситель мой, Ты Бог мой и Господь, Я в это верю. Я в это верю, Потому я здесь С молитвой покаяния на голове, Где небо держит деревянный крест, Пропитанный насквозь Христовой кровью. Аминь. В общем, пением споем из сборника номер 421. Знаешь ли ручей, что бежит со креста? За крестом не умеет Христос, Знаешь ли того, кто дарил? ПЕСНЯ ПЕСНЯ Аминь. 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 снега белей. То есть, мы вспоминаем сегодня средства нашего очищения, нашего спасения. Мы слышали сегодня уже слово, и Дух Святой положил на сердце брату, читать из послания к Римлянам 6 главы, о нашем отношении к греху. Друзья дорогие, сколько себя помню, тема о грехе всегда была неприятной. В Библии более 400 раз упоминается это слово, и всегда оно упоминается с такой неприятной стороны. И Дух Святой, который придет, говорил Христос, а Он пришел, то первым долгом, Иоанна 16,8, помните, мы прочитаем сейчас, и Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде. Сначала обличит о грехе, чтобы нужна была правда о спасении, чтобы нужен был крест, чтобы нужна была Голгофа, нам, чтобы мы нуждались, как брат сегодня пел о крестах, нам нужно понять ужас греха. Вчера я говорил, у нас было бракосочетание, о том, что книга Библия – удивительная книга. И эта книга – правдивая книга. Это книга, которая открывает нам правду. И мы видим с самого начала, как Бог прекрасно сотворил мир, и в этот мир поместил человека, сотворенного по образу и подобию своему. Только подумать, друзья дорогие, Бог, которого не вмещает вселенная, троечный Бог сотворил человека троечного до материального, потому что и Сын воплотился его в материальную среду, чтобы быть, как мы, дух, душа и тело. Человек сотворен по образу, подобию Божьему. И если мы сядем и подряд прочитаем всю книгу, Библию, то мы поразимся тому, что только первые две главы говорят о рае. Райская жизнь заканчивается в бытие первая-вторая главы. Все, рай кончился на земле. Третья глава – грехопадение, проклятие и изгнание из рая. И заканчивается Библия последние две главы, последние две главы рае. 21 глава начинается видением Нового Иерусалима, который приходит на место всего старого. Новое небо, новая земля, на которых обитает правда. И тут уже не будет ни слез, ни болезней написано. Слезы отрёт Бог, и будет храм. То есть храма не будет, потому что сам Бог там. И солнца не будет, потому что сам Христос будет сиять для спасённых. Только одна такая деталь в конце 21 главы написана, «Последний стих, и не войдёт в него ничто нечистое». Друзья, дорогие, в этих двух главах упоминается только то, что не войдёт. Там этого не будет. Это восстановленный рай. Две главы в начале и две главы в конце. А между этими главами начало о грехе. Как неприятно читать третью главу. Как неприятно читать о том, что змей подкрался. Мы можем разбирать, каким образом Ева оказалась возле дерева этого. Вчера беседовали дома с женой, она читала Библию и говорит, «Вот скажи мне, почему Бог это дерево создал? Ну, если бы его не было. Ну, не было бы этих проблем, в которые погрузилось человечество». Братья и сёстры, Бог сотворил человека по образу, подобию своему. И человек должен был быть испытанным, потому что духовный мир существовал. И в этом духовном мире при создании земли уже был дух тьмы. Он уже существовал. Уже ангельский мир, который должен помогать. Существа духовные, которые были призваны быть существами, служебными духами. Уже в нем было восстание. Уже был падший ангел. И человеку нужно было быть созданным по образу, подобию Божьему. В мире, где существует грех дьявола. Где существует дьявол. И Бог может в вечность, о которой написано в откровении последней главы, поместить человека только испытанного, проверенного. И вы знаете, между этими началом и концом Библии есть послание римлянам, 3 глава, 23 стих, который дает характеристику всем нам, всему роду человеческому, потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Поэтому и нужна была Голгофа всем, каждому человеку. Каждый, рожденный в этот мир, пришел из разной среды, но пришел в мир греха. И каждому предлагается спасение. Мы сегодня слышали, друзья, уже о грехе, об этом, в его последствиях ужасных. И они всегда ужасны. И мир сегодня находится в очень жутком состоянии, греховном. И нету страны на земле, где был бы хоть малюсенький рай. Нет такой страны. Знаете, большие страны, сильные страны с развитой экономикой, у них тоже есть бунты, тоже бьют стекла, тоже возмущаются грешники по разному поводу. Где-то возмущаются тем, что хлеба нет, где-то возмущаются, что аборты запретили, где-то возмущаются, что однополые браки запретили, на днях преподаватель библейского колледжа уезжал к себе домой в один из американских городов и на прощание сказал мне, я вот еду, а у нас намечены бунты против правительства. Я знаю, будут без стекла домов, магазинов. Я говорю, а против чего бунтуют? Ну, будут бунтовать против запрета однополых браков. Друзья, в каждой стране по-своему грех бунтует. У каждой страны свои возмущения, но грех везде бунтует. Грех бунтует в семьях, грех бунтует в государствах, грех сегодня бунтует во всем мире. И нет такой страны, где не было бы опасности будущего. Сегодня мир идет к своей развязке, как Петр писал. земля, и все дела на ней сгорят. Поэтому для нас особенно ценно то, что мы совершаем. Для нас особенно ценно то, что мы сегодня делаем. Мы сегодня вспоминаем целительную жертву Иисуса Христа, которую Он совершил. И, знаете, я сегодня хочу вместе с вами прочитать первое место, первое послание Фессалоникийцам, пятая глава, 23-24 стихи. Первое послание Фессалоникийцам, пятая глава, 23-24 стихи. «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости, да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Верен призывающий вас, который и сотворит сие. Вот два стиха апостол Павел пишет послание Фессалоникийцам. Первое. Церковь в Фессалониках была тоже новая церковь. В ней тоже были проблемы. Были проблемы в этой церкви, связанные именно с темой второго пришествия Иисуса Христа. Ожидание пришествия. И там были тоже ошибки, тоже были разные мнения, как ожидать. И он, заканчивая первое послание свое, обращает внимание, что нужно быть постоянными в молитве, нужно всегда радоваться, нужно за все благодарить. И подводит это к тому, что мы сегодня прочитали 23 стих. мы его снова прочитаем сейчас. Обратите внимание, указание на Бога. В мире проблем, без Бога мы ничего не можем сделать. Без Его воли, без Его планов. И когда Бог создавал этот мир, когда Бог видел наперед все, что будет сотворено, друзья, дорогие, ничего не предусмотренного не было. Было предусмотрено и дерево, и искушение, и падение ангела. Все это было предусмотрено. Но Бог дал время каждому из нас разобраться. От начала Библии до конца. Настолько нужен Бог, и что вся слава принадлежит Ему, Богу живому. И поэтому апостол и пишет, сам же Бог мира. Почему? Потому что мы сами, ну не можем мы. Седьмая глава послания Крымля, я не буду читать оттуда, только напомню. Апостол Павел подводит, Дух Святой подводит через него, что сами по себе мы не можем. Доброе, чего хочу, не делаю, а злое, чего не хочу, делаю. У вас такое было? Друзья, дорогие, у нас было. У каждого из нас было. Кто-то не может совладеть языком своим, и злые слова, и гнилые вырываются. Кто-то не может совладеть ушами, глазами, руками, ногами, мыслями своими не может владеть человек, и уносят иногда помыслы. Такой грех человека уносят. Откуда и возвратиться тяжело бывает. То есть мы пропитаны грехом. И поэтому правда о том, что мы хотим, но мы не можем, эта правда существует. Знаете, все хотят быть здоровыми, да? Все хотят. Но не можем. Даже стараемся. Даже лекарства пьем. Даже иногда нам лучше. Даже иногда кажется, что мы уже почти здоровы. Даже кажется, что мы уже выздоровели. Нет, эта болезнь так новая. Мы хотим жить абсолютно здоровой жизнью. Но не получается. В мире, где миллионы вирусов, бактерий, изменений погоды, загрязненности, изменения в атмосфере, кислорода становится чуть-чуть меньше. И уже человечество страдает. Меньше, потому что сжигают больше. Каждый автомобиль сжигает огромное количество кислорода. Каждый самолет. Я давно прочитал о том, что самолет Ту-154 был такой. За один час полета сжигает столько горючего. Столько автомобиль Волга сжигает вокруг земного шара проехать три раза. Столько сжигает только за час полета. Мы сжигаем, но мы не можем восстановить, потому что мы леса вырубили. Мы рубим леса. Все меньше зелени, все больше асфальта, все больше камня, все больше пустынь в мире. И уже здоровье наше не может быть восстановлено. Точно так с грехом. Точно так с грехом. Человечество само не может. Поэтому и призывает апостол Павел, сам же Бог мира. Сам Он. Наши взоры сегодня на Него. Мы сегодня хотим понимать Бога. Мы хотим понимать Его в жертве Сына. Как эта любовь Его к нам проявилась. Как она могла вообще проявиться таким негодным, греховным людям. Брат сказал только о своих друзьях, сколько их погибло. И он мог погибнуть среди них. Но Бог спас. Сколько гибнет людей в грехах. Сколько живут в грехах. Сколько не хотят расстаться в грехах. Друзья, дорогие, сколько людей даже не пытаются выбраться. И им даже не нравится, когда их хотят освободить из уз греха. Вы знаете, что сегодня только Бог знает любовь, которую возлюбил нас. Только Божье сердце может понимать, что значит отдать своего единородного Сына, только Его сердце могло понимать. Только Он. Мы не можем даже этого понять, что значит отдать единородного Сына. Я сколько не пытаюсь представить себе Марию, стоящую у креста, видящую Сына, прибитого к дереву, висящего на этих гвоздях, израненного всего в крови, всего оплеванного, нет живого места, и матери видеть это. А Отец Небесный видел и разлуку, которую Сын должен перенести. Отец Небесный видел, что Ему нужно будет оставить Его. Друзья, оставить Сына на кресте, чтобы умер, это было для Отца нелегко. Я читал о том, что в Европе, когда давно, после Средневековья, эпоха сейчас реформации, мы называем, очень много людей умирало от различных эпидемий. И люди понимали одно, что если ребенок умирает от чумы какой-нибудь, то от него надо держаться на расстоянии. Разрешали только врачу. Даже маме не разрешали подойти к постели умирающего ребенка. И я читал одного писателя, который описывает то время, что, говорит, была даже более жуткая картина видеть мать, которую не пускают к сыну, чем даже самого сына умирающего. Вот эта разлука матери, которая не могла ничем помочь, и которой даже не разрешали быть рядом, это была картина более жуткая, чем даже смерть того, который умирал. Но Отец Небесный оставил его, и Христос воскликнул, Боже мой, Боже мой, «Для чего ты меня оставил?» И это потому, что Бог возлюбил мир. Бог полюбил нас, таких, какие мы есть, друзья дорогие, с этим скверным состоянием греха, о котором сегодня читал брат. И поэтому апостол Павел и прозывает, сам же Бог мира, да, осветит вас, осветит, отделит, отделит вот это все, все гибельное, все греховное, осветить это, отделить, да, отделит вас во всей полноте, во всей полноте, друзья. Вы знаете, когда брат сегодня говорил о наркомании, слава Богу, этот грех никогда ко мне не прикасался. Есть много грехов, которые никогда ко мне не прикасались. Если говорят о сквернословии, слава Богу, никогда это ко мне не прикасалось. Братья и сестры, но мне приходилось плакать в день покаяния, когда Господь коснулся сердца моего, когда Дух Святой, пусть мне не много лет было, когда мое сердце во время собрания коснулся Дух Святой, я убежал домой, я закрылся, мы жили рядом, и я 40 минут стоял на коленях, пока родители возвратились из собрания. Я плакал в 12 лет, ничего не натворил, никуда не влез, но Бог открыл сердце, которое способно было не повиноваться, сердце, которое способно было возмущаться, сердце, которое способно было вину свою на других перекладывать, натворим что-то, а я все думал, как бы, чтобы не меня побили, а сестру или брата, и я каялся в этом, а на другой день удивился, когда сестру мама хотела наказать, а я стоял и думал, что же мне сказать, чтобы меня сегодня наказала, а не ее. Я сам себе удивился, как поменялось все во мне, потому что меня коснулся Господь, потому что мое сердце проник в Дух Святой, потому что Он показал, что я все-таки греховный человек, хоть я не был в этих грубых грехах, и всегда в сторонке держался этого мира. Друзья дорогие, все согрешили и лишены славы Божьей, все нуждаются в очищении, все нуждаются в освящении и призывают Дух, Душа и Тело. Дух, Душа и Тело. И в Духе, и в Душе, то есть в наших чувствах, эмоциях, восприятиях, желаниях, и в теле, который исполнитель всех этих желаний, во всем этом должен прославиться Господь. Все должно в целости быть предоставлено Ему. Очищен Дух, в Духе должен Святой Дух жить, это Дух Храм, мы Храм Святого Духа, мы еще прочитаем. Вся наша душа должна принадлежать Богу, все и совесть, все должно быть Богу принадлежать, оно должно быть чистым, и тело должно быть чистым. Поэтому и призывал в ожидании пришествия Иисуса Христа апостол Павел Фасалнигскую церковь, чтобы сохранилось все в целости до пришествия, когда будет взятие церкви. И здесь путь один. Кровь Иисуса Христа. Мы прочитаем еще себе в напоминании 1 Коринфянам 6 глава. Мы прочитаем с 9 по 20 стих. Братья и сестры, с 9 по 20. Опять эта картина. Мы с Тимофеем не договаривались. Я себе дома готовил эти местные описания писал. Он себе, но сегодня Дух Святой желает показать ужас греха. И поэтому с 9 стиха мы читаем. Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют. А если не Царство Божие, то что? Есть второе место, есть ад, есть озеро огненное. Не обманывайтесь. Ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакие, ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники. Царство Божие не наследуют. И такими были некоторые из вас, но омылись, но осветились, но оправдались именем Господа нашего и Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Все мне позволительно, но не все полезно, все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Пища для чрева и чрева для пищи, но Бог уничтожит и то, и другое. Те уже не для блуда, но для Господа и Господь для тела. Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своею. Это, знаете, луч святой надежды в этом мрачном перечне. Бог воскресил и нас воскресит. Разве не знаете, что тела ваши суть члены Христовые? И так отнимули члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет. Или не знаете, что совокупляющейся с блудницей становится одно тело с нею, ибо, сказано, два будут, одна плоть. Соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. Бегайте, блуда, всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела. Не знаете ли, что тела ваши суть храм, живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия. Братья и сестры, вот этот весь перечень, когда я его читаю, меня особенно ободряют последние слова. Они ободряют, но они же и побуждают очень серьезно задуматься. Почему? Потому что то вот этот перечень грехов, которые, знаете, не все соприкоснулись, не все выросли в семьях пьяниц, не все выросли в семьях блудников, не все росли среди улиц, или и так дальше, не все росли на всяких картинках нечистых, многих Бог сохранял, особенно, кто вырос в христианской семье, они имеют благо быть сохраненными, их мамы осмолили корзинку, чтобы она не утонула с ними вместе, с детками, чтобы мир не проникал. Друзья дорогие, не все, но нас очень радует то, что мы принадлежим Господу. Это радует, и это нас обязывает, очень обязывает. Знаете, мы мы предназначены, мы не просто предназначены для рая. Вот у многих желание при всех болезнях, переживаниях оказаться в раю и там ходить с Господом, наслаждаться, поклоняться Отцу Небесному, великому Богу. Друзья, но вечность мне представляется как продолжение служения. И мы знаем, что вечность для нас это особый день, когда мы придем, когда собрана будет вся церковь, это будет особый день. Мы предназначены не просто для радостной вечности, мы предназначены там воссоединиться с главою, видимым образом, с Иисусом Христом. И Откровение 19 глава 7-8 стихи. Эти чудесные стихи, они показывают вот для чего Бог готовит нас, вот почему очищает через скорби, болезни, через разные испытания, через разные проблемы, искушения. Бог проводит и очищает и готовит на то место. Возрадуемся и возвеселимся, там действительно будет радость. И воздадим Ему славу, ибо наступил брак Анца, и жена его приготовила себя. И дано было ей облечься весон чистый, светлый, весон жесть, праведность святых. Вот конечный результат, братья и сестры. Вчера был брак, я знаю, как они готовились, я знаю еще, как только отношения завязывались, делились со мной, Игорь, и наша Саша, они делились со мной, как готовились. И вчера был финиш и был старт, финиш подготовки и был старт новой жизни. Сегодня они муж и жена. Вчера объявили мы их мужем и женой. То один период, то другой. Мы с вами в стадии подготовки, а потом будет брак. Будет брак. И каждый из вас спасенный, очищенный, подготовленный и очищен кровью Христа не своими усилиями, благодатью Божией. Сам же Бог мира. Сам Он очищает и исправляет. Сам Он отдал Сына, Сам Он Его кровь предназначил для очищения. Павел пишет, такими были некоторые из вас. Перечень этих гнусных грешников, такими были, говорит, некоторые из вас, но умылись, очистились, оправдались, чтобы стоять потом на том браке. Были, но совсем другими стали. Обмылись, очистились, оправдались, чтобы стоять на браке. И дано было ей облечься в весон чистый и светлый. В эту белизну облечься. И эта белизна не невесты. Ей дано было. И дано было на кресте, дано было на Голгофе. Голгофа дала нам вот этот весон, там, где кровь Христа пролилась, там нам вручен был весон чистый и светлый, в который теперь мы облекаемся. И всякий уверовавший в Иисуса Христа, он омывается этой кровью. Всякий принявший его дар, его жертву, он омывается, приобретает этот весон, приобретает эту чистую ткань, одежды новой, характера нового, мыслей новых, чувств новых, поступков новых. Вот куда прозывает нас сегодня Дух Святой и показывает нам, грех всегда был гнусным, начиная с третьей главы и по двадцатую главу откровения, с третьей главы бытие, и по двадцатую главу откровения, друзья, мы всегда встречаемся с ужасом греха, с ужасом и трагедией греха, но линия Божья, Божье спасение, жертвенные животные, которые позволяли приблизиться к Богу, умирали, а потом жертва, сын, крест, последний жертвенник, после которого жертвенники не нужны, последний жертвенник, крест, на который вознесен был Иисус Христос, где пролилась последняя капля крови за меня и за вас. Друзья, дорогие, и вот это мы сегодня вспоминаем. И это воспоминание сегодня воспоминание радости, воспоминание благодарности, что там, на браке мы будем стоять. И очень важно, кто был вчера на браке, вы помните, одно единственное пожелание, главное, я сказал вчера невесте, жене, которая с того момента была объявлена женой уже, повиноваться мужу. Друзья, дорогие, апостол Павел заканчивает, мы в конце шестой главы читаем, вы не свои. А что значит не свои? Скажите, своей вещью я могу распорядаться? любая вещь ваша, если она ваша, вы ее распоряжаетесь. Если она не ваша, вы ее не можете распоряжаться, да? У нас был брат когда-то, Виктор Иванович, который очень любил, книг было очень мало, в 80-е годы на границе забирали до книжки, все забирали, в стране не было книг, если попадала духовная книга, ее так хотелось прочитать и дать другим. И он любил давать другим. Я ему давал книги и не получал назад. Он кому-то дал и забыл кому, а тот долго читал, и ряд книг пропало. Он распоряжался, но не своим. И однажды он пришел ко мне с жалобой, говорит, брат Василий Павлович книж дает книги мне читать, а я сразу даю другим на заводе. А тебе приходят и говорят, что ты даешь ворованные книги? Как ворованные? Я открываю, а сзади написана эта книга украдена у книж Василия Павловича. мне возвращают и мне стыдно. Я говорю, а какое ты право имел давать? Просто так давать. Дали тебе, возврати, спроси, пусть дадут дальше. Братья и сестры, давайте книги, у меня много пропало книг, я количество потерял, я не жалею, сейчас есть книги, я не успеваю читать. Но я скажу вам, проблема была в том, что распоряжался тем, чем на что не имел права. Да? Скажите, а на нашу жизнь мы право имеем распоряжаться? Мы приобретены, мы принадлежим, а я что хочу, то и делаю. Я сам планирую, я сам решаю, а вы не свои, а вы уже куплены, если я купил эту Библию, она уже моя, я подписал, и она моя. Если я купил что-то, оно мое, потому что я купил, я теперь распоряжаюсь. Братья и сестры, я почему хочу сказать, апостол Павел говорит, вы не свои. Пусть Дух Святой сегодня откроет каждому из нас, что мы не свои, что нам нужно познавать волю Божию, поэтому Римлянам 12 глава 2 стих написано, Римлянам 12 2, не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная, совершенная. Вот для чего мы предназначены познавать волю Божию. Друзья дорогие, мы предназначены познавать волю Божию. Пробудившись, мы должны узнать волю Божию на этот день. Принимая любое решение, мы должны попросить Господа. Господи, я хочу знать Твою волю, я не Твой, я не Твой, мои руки не мои, я не принадлежу себе. Иисус Христос говорил, мы читаем Евангелие от Иоанна 5 глава 30 стих. Это такой очень яркий стих о Его понимании и принадлежности. Иоанна 5, 30. Я ничего не могу творить сам от себя, а Он Сын Божий. Как слышу, так и сужу, суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего Меня Отца. Друзья дорогие, нам приятно читать, что мы куплены, мы принадлежим Ему, а значит защищены в надежных руках, да? Но мы теперь не имеем права на себя. Мы теперь спрашиваем Его. Если покаяться нужно, то может быть тут, в этой области принадлежности нужно молиться и просить, чтобы Господь Духом Святым открыл нам, где мы свои, а где мы не свои. Может быть нам стоит сегодня молиться и сказать Господи, а я очень часто не спрашиваю Твою волю, а я очень часто не интересуюсь Твоей волей, мне своей хватает. Мы куплены, мы приобретены, и мы храм Святого Духа. Мы будем сейчас молиться. Братья и сестры, мы будем просить у Господа, чтобы Он помог нам понимать, как это мы куплены. А мы куплены действительно дорогой ценою. Творец всей Вселенной дает Единородного Сына, в Нем Его чувства, в Нем Его любовь, в Нем Его все сердце. И Он умирает за грешников. Он там умирает за меня. Он умирает за вас. Он умирает, чтобы приобрести, чтобы потом его жена, его невеста в Весоне чистым и светлым навсегда. Брак навсегда. Тот брак небесный, о котором написано в Откровении 19 глава, 7 стих. Это самый чудесный брак. И этот брак навсегда. И поэтому 1 Фасалоникийцам 5.23 так важно сегодня вспомнить и важно правильно отнестись к этому стиху. Сам же Бог мира да светит вас во всей полноте и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохраняться без порока в прошествии Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Если есть желающие сегодня покаяться, может быть, первый раз помолиться, то в первую очередь Господь желает вам дать место. Если есть те, кто еще никогда не молился, вы сегодня можете обратиться в молитве к Господу. Братья и сестры, я буду молиться сейчас. Каждый из нас поднимите в сердце духовные очи к небесам, посмотрите на крест, не нарисованный, а спросите просто Господа, Господи, может быть, в моей жизни еще не понято, что я принадлежу тебе, что я не свой, Христом спасенный. И скажите Господи, прости, одно слово, которое восстанавливает отношения с Богом. Будем молиться. Отец Небесный, стоя сегодня перед лицем твоим, мы благодарны тебе за Духа Святого, который напоминает нам, почему пришел Христос. Как ужасен грех, как ужасно оказаться без Бога, как страшно оказаться в вечности не там, где думал. Ты сегодня открываешь свою великую цель, великий брак, самое счастливое время, самое прекрасное, когда мы воссоединимся с нашим Спасителем, Ангцем, который пролил кровь свою за нас. Помоги нам сейчас, пока мы на земле, познавать твою волю, дышать твоей волей, спрашивать твою волю, чтобы дух, душа и тело во всей целости были готовы встретить тебя. Благодарим тебя за кровь Христа, за силу крови Христа, которая и сегодня очищает, умывает и дает право участвовать. И если в сердце звучит прости, мы верим, что ты простил, мы верим, что ты даешь право сегодня участвовать, мы испытываем себя. Тебе слава за все великому, вечному, за то, что приобрел, за то, что мы твои теперь слава, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь. Своим грехом, своим деянием я смерть навеки заслужил, но сострадательных страданиям ты мне прощенье возвестил, но сострадательных страданиям ты мне прощенье возвестил. ты согрешившим возвещаешь прощенье страдающей любви и приходящим обещаешь омытие ценой крови и приходящим обещаешь омытие ценой крови. Молю о милости прощенья моих пороков без суда молю о даре примирения с виновным сыном навсегда. навсегда молю о даре примирения с виновным сыном навсегда. даре мил даре мил даре мил с ними с душе мил 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 Твои чертоги, на праздник славы набери. Перед тем, как мы будем совершать хлебопреломление, мы прочитаем основание того, что мы делаем. И апостол Павел в 11 главе 1 послания Коринфянам с 23 стиха писал «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб, и, возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, едите, сие из тела мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Так же и чашу после вечери и сказал, «Сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем». И мы встанем, помолимся над хлебом. Отец наш небесный, Господь наш, мы благодарны. Благодарны, Господь, за удивительную Твою любовь, которая была явлена в Твоем Сыне, в нашем Господе и Спасителе Иисусе Христе. Мы благодарны за Его ломимое тело, Господь наш. Наши грехи пригвоздили Божьего Сына ко Кресту. Господь наш, помоги нам жить свято. Помоги, Господи, чтобы грех никогда не имел места в нашей жизни. Помоги всегда помнить, какой урон грех причиняет, Господь наш. И мы просим, помоги нам жить достойно Тебя. Помоги идти путем освящения, Господь наш, прославляя Тебя и в душах наших, и в телах. Помни, что мы полностью принадлежим Тебе. На Тебя мы уповаем. Помоги нам участвовать, рассуждая, Господь, о Твоих страданиях. И за все быть прославлен наш вечный Бог, Отец и Святой Дух. Аминь. Братья и сестры, участвовать будут те, кто является членом церкви нашей, поместной или другой, кто в мире старается стремиться сохранять принципы Божьего мира, испытывает себя, кто отлучен на замечания и воздерживается. Мы будем петь из сборника номер 1024. Славу остави в небо, к нам Иисус пришел. Славу остави в небо, к нам Иисус пришел, Славу остави в небо, к нам Иисус sechs, Славу остави в небо, фея,. Субтитры подогнал «Симон» 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 Речь идет об Иисусе Христе Который пришел, чтобы спасти человека Здесь же мы прочитали о том, что Иисус Христос пришел Ну, я прошу прощения, я не совсем точно сказал Здесь мы прочитали, что Иисус Христос пришел в мир спасти грешников А вот в Евангелии от Марка в 10 главе в 45 стихе Пришел, чтобы искупить, чтобы искупить человека И когда мы читаем в Священном Писании о спасении, которое Христос совершает Об искуплении То, конечно же, обычно у нас возникает понимание того, что это все одно и то же Или почти одно и то же Спасение, совершенное Христом Искупление, которое совершил Иисус Христос И хотя эти два слова, братья и сестры, относятся к одной области Области нашего спасения Относятся к одной библейской теме Это то, как Господь спас человека, грешника О чем мы, кстати, уже слышали в этом утреннем служении То эти два слова, тем не менее, не являются синонимами Относясь к одной теме, это не два синонима Дело в том, что то, что мы прочитали вот тут в первом послании к Тимофею Первая глава, пятнадцатый стих Иисус Христос пришел мир спасти грешников Спасти Спасти происходит от глагола Вот, ну, спасти, что значит спасти от чего-либо И в Священном Писании это слово проходит вот в тех отношениях, когда спасти от какой-либо опасности Спасти, например, от рабства Спасти от долгов Спасти от чего-либо Одним словом, спасти от чего-то человека В библейском смысле также, когда речь идет об Иисусе Христе, который пришел в мир спасти грешников Речь идет о том, что Иисус Христос пришел, чтобы спасти человека от вечной погибели Спасти от вечной погибели А вот слово искупления, как в Евангелии от Марка мы прочитали Иисус Христос пришел в мир, чтобы искупить, искупить человека То искупить происходит от глагола купить, что означает цена Цена выкупа Нужно что-то заплатить, чтобы выкупить Это слово мы часто, кстати, встречаем в Священном Писании Начиная с Ветхого Завета и потом оно выливается в Новый Завет Когда что-то выкупить, что-то купить, заплатить цену Книга Руфь, например, известная нам книга Руфь Там, где идет речь о Руфи, моавитянке, которая уверовала в Бога, Творца Всего Сущего Мы помним эту историю, братья и сестры Кто не очень помнит, можно прочитать дома Так вот, там есть главный действующий персонаж, как Ваос Который, написано там, выкупает поле Выкупает все, что принадлежит умершему мужу Руфи В библейском смысле Ваос, он искупитель Он приобретает, он заплатил цену И таким образом образовалась новая семья И рождаются дети, рождаются авиты и так далее Вот таким образом, в конце концов, родился Давид Но вот Ваос стал прообразом искупителя Таким образом, братья и сестры В духовном смысле, когда мы читаем Священное Писание То искупление является средством спасения Искупление является средством спасения Целью Бога было, начиная с грехопадения человека Это, впрочем, план, удивительный план Божий Замысел Божий спасения Это, как Библия нам показывает, было еще до грехопадения человека Господь это предвидел, Господь предусмотрел Удивительный замысел спасения Как же спасти человека Как вернуть человека в потерянный рай Как вернуть человека, иметь взаимоотношения с Господом Спасти от вечной погибели Но средством спасения Это стала искупительная смерть Иисуса Христа Это цена нашего искупления Искупление и совершенное Христом Это средство спасения Таким образом, братья и сестры Когда сейчас мы будем молиться Мы будем благодарить Господа за Его удивительный замысел спасения Целью Господа было Почему Иисус Христос воплотился Почему Он пострадал, умер на кресте, но Он и воскрес Почему это все? Для чего это все? Чтобы спасти нас от погибели Но вот смерть Иисуса Христа Это была цена нашего спасения И то, что мы вспоминаем ежемесячно То, что сейчас мы вспоминали Мы вспоминали, каким образом мы были искуплены Какова цена нашего спасения Это смерть Иисуса Христа Вот именно за искупление наше За искупительную смерть Иисуса Христа Будем благодарить Бога За спасение, которое совершил Иисус Христос Будем благодарить Бога Аминь Помолимся Наш Отец Небесный Мы благодарны Тебе за Твой удивительный замысел спасения Мы благодарны Тебе за то, что Ты осуществил этот замысел Через Иисуса Христа, Спасителя нашего Сегодня, Господи, мы благодарны Тебе За искупительную смерть Иисуса Христа на кресте За то, что вот таким образом Ты искупил нас Господи, мы благодарны Тебе за дар вечной жизни В Иисусе Христе Отец, Сын и Дух Святой Аминь Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!